Здравствуйте, друзья! Сергей Генведенко, вторая школа здоровья. Сегодня я буду без лица, потому что мне стыдно. Я неожиданно обнаружил, что начинается у меня старческий маразм. Уже много много раз я говорил, что самый правильный массаж колена это массаж Костоправский, и говорил, что его можно увидеть у меня там где-то на ютубе. А вот полез туда, в этот свой ютуб, чтобы сделать отсылку и открыл для себя, что нет там никакого колена. Но Москва Костоправский есть только на польском языке для моих местных клиентов. А на русском, получается, я снимал тысячу лет назад, и этот мой фильм затерялся где-то на просторах интернета. Так что спешу, спешу исправить свою ошибку. И сегодня у нас в программе массаж колена по-костоправски. Этот массаж включает в себя все принципы Костоправского массажа. Прежде всего, это массаж ладонью, и во-вторых, это массаж, главной целью которого является разогрев сустава, коленного сустава. Ночь точно также можно массировать, например, себе локоть. Почему ладонью? Потому что пальцы очень быстро устают, и пальцами вы толком ничего разогреть не сможете. Или придется вам это делать очень долго, и вам придется для этого иметь очень натренированные пальцы. А человек, который зарабатывается на жизнь щелкая мышкой на экране, по 10-15 часов в день, чаще всего у него руки для этого не предрасположены. А значит, качественный массаж сделать пальцами не получится. Кроме того, если мы говорим о разогреве тела, тут важно включать в работу максимальную площадь тела. Потому что только тогда начинается расширение кровоносных сосудов на всей площади тела. Когда мы ездим пальцами, вы сами видите, получаются тонкие полоски. Да, если мы хорошо и интенсивно двигаем пальцами, все равно получаются полоски. И нам придется постоянно смещать, чтобы перекрыть всю необходимую зону. А когда мы кладем ладонь и движемся ладонью, то мы сразу всю эту зону одним движением перекрываем. А значит, сам процесс разогрева идет быстрее и требует от нас меньше усилий. Так что главное, расслабленная ладонь. Кстати, заметьте, что когда мы ладонь расслабляем, она уже приобретает форму очень удобную для массажа колена. Она такая полукруглая, и когда мы ладошку опускаем на колено, она прям сразу ложится, как будто та не была. Напекался я где-то в средневековых трактатах, что какие-то там умники средневековые доказывали как раз предрасположенность человека вот тому первородному греху тем, что вот ладонью человека, как его там не расслабляя, она все равно оставляет форму такую, что вот для срывания яблока с древа познания добра и зла. Дескать, вот поэтому человек такой плохой и грешный прям по своей натуре. Но мы с вами заниматься теологическими рассуждениями не будем, мы с вами занимаемся массажером. Поэтому расслабляем ладошку. Не надо трясти ладошкой, это бывает опасно. Можно себе что-нибудь там выдернуть ненароком. Мы просто вот слегка так двигаем и видим, что она у нас свободно висит. Кладем эту расслабленную ладонь на колено, так, чтобы вот эта наша центральная углубленная часть бегла вот на самую серединку коленного сустава. При этом мы обращаем внимание, что наши стопы выдвинуты вперед, чтобы само колено, изгиб колена составлял больше 90 градусов. То есть, если посмотреть на колено строго сверху вниз, вот эта вертикальная линия, проходящая через колено, она должна находиться на каком-то расстоянии от выдвинутой вперед стопы. Она не должна пересекать пятку там или, тем более, пальцы. Она должна опускаться на пустой пол. Стопы выдвинуты вперед. При таком изгибе колена, при изгибе больше 90 градусов, кровь движется в ноге максимально естественно. И вот положили мы расслабленную ладонь на наше колено, проверили, что колено согнуто минимально. И теперь начинаем делать вот такие вот кругообразные движения. Расслабленные пальцы, расслабленная ладонь. Мы просто ладонью скользим по коленному суставу. Пальцы никакие там жесткие. Они скользят со всем остальным. Наше главное внимание, все наше внимание. И сосредоточено вот на этой площади. Вот здесь. Вот это вот все. Оно и выполняет основное массажное движение. Не вот эта часть, не вот эта часть. И уж тем более не вот эта. Центральная часть ладонья вперед. Именно вот кожа центральной части растирает кожу нашей ноги. Я специально показываю это на ноге, в штанах. Потому что этот массаж хорош тем, что его можно делать даже сквозь одежду. То есть, можно даже на работе делать. Если у нас начинает колено болеть, если начинаются проблемы с коленом, мы вот такого рода растирания можем делать даже на работе. Единственный минус массажа через одежду, нам придется делать его чуток дольше. И придавливать ладонь придется чуток сильней. Но когда мы делаем ладонью, придавливание совершается очень легко. Мы все равно большую часть работы выполняем за счет тела. Вот мы движем руку вперед и наклоняем тело вперед. А потом возвращаем руку назад и спинам возвращаем назад. И таким образом мы этот массаж выполняем за счет самых крупных наших мышечных групп. Не за счет плеча, потому что плечо тоже быстро устает, а за счет живота, спины. Вот эта вся часть нашего тела участвует в таком массаже. И если мы руку сохраняем практически прямой, то при этом мы можем надавливать на руку весом всего нашего тела. То есть, если возникает необходимость хорошенько и основательно растереть, мы это тоже можем сделать. Движения оптимальнее всего и удобнее всего движения круговые. Вот такие, которые показываю я. Но если вам удобнее делать движения прямые, ради бога, можете делать просто. Прямо двигать вверх-вниз. Большого вреда от этого не будет. Зона, которую мы натираем. Это не только в зонах колена, а непосредственно сустава самого. А вот там, где заканчиваются ваши пальцы, когда ладошка лежит на колене, ниже этого места еще на ширину ладони. Еще на ширину. Опускаемся вниз. И точно так же, когда наша ладошка лежит на колене, вот там, где заканчивается наша ладонь. Вот этот ее край. Еще на ширину ладони выше. Вот эта вся зона отсюда и вон туда, почти до середины голени. Вся эта зона должна быть хорошенько натерта. Самыми простыми движениями. Можно вот так делать. Можно вот так делать. Как хотите, так и делаете. Как вам удобнее, так и делаете. Мне удобнее всего делать круговые движения. Может быть, это чисто профессиональная привычка. Но в целом, круговые движения еще и удобнее тем, что они не толкают жидкость туда, куда и двигаться не надо. Они расслабляют ткань, они согревают ткань, но при этом не происходит каких-то отеков, которые могут получиться, если мы, например, будем слишком интенсивно толкать руку от колена по икре к голеностопу. Как это случалось у массажистов 19 века, например. В этом смысле круговые и спиралеобразные движения самые оптимальные, потому что недостатка у них практически нет. Единственное, что к ним нужно привыкать. И опять-таки ладонь у нас расслаблена максимально. Все наше внимание сосредоточено на ладони и на месте контакта ладони с кожей и с одеждой. Массаж такой следует делать минимально 3-5 минут. Это вот минимальный вообще срок, при котором можно хоть как-то говорить об эффекте массажа. Лучше всего прям заранее поставить часы, посмотреть на них, начинать растирать. Потому что когда мы делаем вот это все, а у нас еще привычка не наработалась, у нас время летит ужасно быстро. Человек думает, что он уже полчаса трет, смотрит на часы, а там всего минуты 3 прошло. Есть такая штука у начинающих массажистов. Так что следует себя контролировать. Максимальный же час такого массажа это где-то 15-20 минут. И к этому мы постепенно приходим. Именно к 15-20 минутам растирания. Почему это так важно? Потому что от 5 минут и выше начинается разогрев внутренних тканей. Потому что вначале мы согреваем поверхность, а потом мы согреваем все более глубоко расположенные ткани. И именно разогрев, постепенное растирание и разогрев, вслед за которым идет расширение кровеносных сосудов, именно этот разогрев приводит к тому, что начинается интенсивное движение крови. А кровь она приносит кислород сюда, кровь она приносит питательные вещества, кровь забирает отсюда весь мусор ненужный. Именно мощный приток крови активизирует обмен веществ. То есть если у нас там начались изменения возрастные, например, они именно чаще всего и начинаются, мы замедляем наши биологические часы и даже немножко возвращаем их назад. То есть этот массаж он хорош в первую очередь для людей, у которых начинают хрустеть колени, у которых начинают колени болеть, у которых какие-то ревматические там ставят изменения, атеросклеортические и все остальные такие вот дела. То есть люди, у которых не было травм. Если у вас была травма колена, надо подождать, пока она не заживет. То есть когда врач скажет, что вот хорошо, теперь можно это место тереть. Особенно если речь идет о хирургических манипуляциях. Кроме того, если вам сделали операцию, это само колено естественно растирать достаточно долго не можете, однако вы можете выше колена и ниже колена растирать себе ногу, чтобы заживление самого сустава шло быстрее. То есть при разного рода этих манипуляциях, именно с самой суставной сумкой, с самим суставом, вы вот как раз можете растирать таким же точно макаром себе мышцы, от таза до примерно на ладони выше сустава. Все вот это. И ниже сустава тоже можете растирать вы или кто-то вам. По тем же самым принципам расслабленная ладонь и скольжение до ощущения тепла. Когда ощущение тепла появилось в ноге, в нашем растираемом месте, это значит, что там все действует так, как следует. Потому что, почему я говорю, что массировать надо до 15-20 минут колена, потому что главным предылием правильного массажа является ощущение тепла внутри. Не просто вот я себе кожу нагрел и все хорошо, а когда я чувствую, что тепло прям там внутри самого колена. Именно это означает, что движение крови идет максимально в глубине. То есть мы включили в работу весь наш сустав. Именно вот такой массаж и позволяет очень быстро добиться резкого, заметного улучшения состояния. То есть если у нас поначалу колено не сгибалось толком, мы потом можем присядку танцевать. У меня был такой товарищ, такой очень, я даже не знаю, как это по-русски сказать, есть такой горячий любитель бродить по лесу. Он каждый, считай, день, он жил неподалеку и возле леса и он там каждый день, считай, по 10 километров нахаживал. То грибы собирал, то еще там чего-то. И ему сделали операцию, когда он попал в австрийском где-то горнолыжном курорте. На него наехала какая-то там австрийская тоже лыжница. Ему там, слава богу, хорошо сделали колено, но, тем не менее, как часто бывает после операции, колено уже не могло восстановить свою подвижность. Плюс при таком достаточно длительной ходьбе у него начинались сильные боли. И, собственно, он приехал к нам в наш кабинет вот с этим вопросом, можно ли как-то улучшить ситуацию. Да, мы ему улучшили, растянули, уложили, восстановили все как следует, отправили его лечиться самостоятельно, в первую очередь таким массажем. И он потом прислал, через, скажется, полтора месяца, что ли, прислал на ящик на электронное огромное письмо, там, со знаками восклицательными, потому что он полет 20 километров прошагал по лесу, ну, там, полдня или целый день лазил по этому лесу своему несчастному. И, да, когда вернулся домой, вот у него колени были в таком состоянии, что больное, вот то оперированное, чувствовало себя лучше, чем здоровое. Именно потому, что он больной-то растирал, как ему сказали, а здоровое нет. Ну, чего, он и вот так здоровое. Так что, после этого, пришлось ему заниматься обеими коленками с одинаковой интенсивностью. Это очень хороший массаж, и я его могу рекомендовать всем. Единственное, кому его делать нельзя, и когда его делать нельзя, когда ярко выраженный воспалительный процесс, когда у нас красная горячая кожа, когда у нас опухшее колено, когда у нас какие-то простудные, ярко выраженные в теле идут процессы, то есть, когда у нас ангина, когда у нас грипп, когда у нас вообще какое-либо воспаление в теле есть, массировать нельзя. Но, как только оно проходит, когда температура уходит, тогда можно совершенно спокойно либо само колено массировать, либо, если оно чувствительное еще, массировать выше и ниже всю эту зону, благодаря чему и само колено скорее придет в норму. Так что, друзья, натирание колена, расслабленное ладонью, это самый простой, самый, пожалуй, доступный шаг к здоровью и шаг к молодости, возвращению молодости, натирание колена. Сергей Тимленко, вторая школа здоровья, до встречи.